Как бабка-гадалка не знает своей судьбы, так и некоторые чудаки, которые придумывают новые виды боевых искусств, не знают к чему это может привести. Привет, манящие лучи рассвета! С вами Федорович, а в этом видео я познакомлю вас с относительно новым, невероятным, кровавым и жестоким видом борьбы X-Arm. А пока мужики идут на верную смерть, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или Муай-Тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи. Где властвует неразумие, там разум прячется, а где правят деньги, главное зрелищность и море крови. Что же такое этот невероятный X-Arm? Это относительно новый вид единоборств, если это можно так назвать, который стал довольно популярным в Америке, но на просторы СНГ пока что добирается с трудом, хотя в Казахстане уже есть своя лига. Суть этой борьбы в том, что она соединяет в себе армрестлинг и ММА. Хотя честно говоря, от армрестлинга там только сцепка одной рукой, которая не несет в себе никакой смысловой нагрузки. То есть завалить эту руку не нужно, а просто таким образом бойцов оставляют с одной рукой для боя. Итак, в чем суть правил? Да в том, что их нет. То есть это те же самые бои без правил, только бойцов привязывают рука к руке, как в армрестлинге. И бои проходят за таким же столиком. Но кроме этого, участников боя также и пристегивают цепями к ножке этого столика. В общем, мужики как гладиаторы. Ни шагу назад, все здоровье на стол. Где права сила, там бессильно права. Так и у нас. Задумка организаторов была в том, чтобы сам бой проходил максимально интенсивно. А бойцы не имели никакой возможности отступить или убежать. Только кровавый экшен. А учитывая, что разрешены все удары и даже болевые. Да-да, есть монстры, которые умудряются сделать болевой на руку, которую держат. Или пробить в такой ситуации ногой в голову. Бои становятся по-настоящему зрелищными. Что в принципе и нужно зрителям. Конечно, здесь также есть исключения. И иногда, когда в бой вступают просто деревянные здоровяки, он превращается в обнимашки, которые также длятся 3 раунда по 1 минуте. Но есть и невероятные победы за несколько секунд, когда одному панчеру удается сразу нанести с десяток точных ударов. Ведь защититься можно только одной рукой, которая особо не спасет от мощного поставленного удара. Конечно, к такому виду спорта можно относиться по-разному, как и к банану, за которой обезьяна убьет, а карась даже не посмотрит в его сторону. Но как ни крути, а у X-Arm уже есть своя армия фанатов, но и немало хейтеров, которые осуждают его жестокость и опасность для здоровья. Но если разобраться, на кухнях наших многоэтажек такие зарубы проходят каждый вечер, когда кончается бутылка и начинается спор, кто пойдет за второй и за чьи бабки ее возьмет. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ЛУЧИ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ